Всем привет! Меня зовут Марина Горская, и я профессиональная преподавательница английского языка. И сегодня мы поговорим с вами про ошибки, которые лучше было бы не допускать. Их довольно легко исправить, и они сразу сделают вашу речь гораздо более чистой. Если вы не будете их допускать, конечно. Давайте начнем. Вот это звучит так себе. Когда мы используем такие глаголы, как can, must, should, есть еще разные, мы после них не говорим to. Во-первых, как вам понять, что вам нужно это исправлять? Ну, соответственно, вам нужно понять, есть ли у вас такая проблема. Поэтому берете себе какую-нибудь тему, какой-нибудь вопрос, и записываете свой небольшой монолог. И потом слушаете, говорите ли вы иногда с этой ошибкой. Если нет, то все, у вас это не касается, хотя мониторьте себя. Вдруг когда-нибудь вы случайно такое сказанете, следите, чтобы это не было часто. Если же это ваша ходовая проблема, тогда вы можете сделать следующее. Вы можете сделать неделю, когда вы мониторите эту штуку. То есть просто каждый раз, когда вы говорите can, или там, например, should, подразумеваете, что вы можете случайно оговориться. Соответственно, каждый раз, когда вы говорите, вы можете проговаривать, вы можете фокусировать свое внимание на том, ага, правильно ли я говорю. И если вдруг вы чувствуете, что вы вот на грани того, чтобы ошибиться, вы себя поправляете. Еще хороший вариант, это сразу учить какие-то чанки. Например, вы можете сразу учить фразы, это, кстати, полезно еще, потому что вы сразу прокачаете свою fluency, то есть вы будете более бегло разговаривать, и учить какие-нибудь фразы, например, can I use your phone? Соответственно, утвердительно она будет I can use your phone. Или вы можете сказать I can swing, I can speak English. И подобного рода фразы. Если у вас есть преподаватель, вы можете попросить его мониторить тоже эту штуку, если, конечно, вы хотите ее подправить, что я рекомендую, потому что, на мой взгляд, когда этого нюанса речи, я стараюсь избегать слова ошибка, но тем не менее, когда вот этого нету в речи, она звучит сразу более красиво и причесана. Вот, так что постепенно вы можете сделать ее лучше. Следующая вещь, от которой рекомендую избавиться, это не совсем верное произношение слова clothes. Да, мы не произносим его в два слога. Пожалуйста, нет. Если вам сложно сказать а потом и понятно почему, вы можете просто сказать Да, прям как Звучит точно так же. Вот пруфы, что это нормальный вариант. Это не самоделка, это действительно так говорят. И вы тоже можете так говорить. Это будет гораздо лучше, чем если вы будете говорить это слово в два слога. Дальше. Привет всем моим друзьям и знакомым из Финляндии. Когда мы говорим слово discuss, мы обязательно говорим discuss a problem. Discuss a task. Let's discuss this project. Мы не говорим discuss и потом about. Пожалуйста, давайте не будем. Я не знаю, откуда, кстати, эта штука идет и почему так много людей действительно совершают эту ошибку. Как же сложно говорить слово ошибка. Но это видео про ошибки, поэтому ладно. Но тем не менее, ребят. Конечно, это не затрудняет понимание. Всем понятно, о чем вы говорите. Но если ваша задача причесать свою речь, вот это та вещь, которую вы можете улучшить, и вы сразу начнете звучать гораздо лучше. Заучивайте выражения и collocation, и чанки, которые звучат без этой фразы. Соответственно, let's discuss this problem. Let's discuss this subject. Let's discuss this task. Let's discuss it. Отдельная тема в английском это немые гласные, немые согласные, все подобное. Наверняка вы используете такие слова, как walk и talk. Надеюсь, вы поняли, о каких словах я говорю. Right now we are walking at the park and we are talking while we are walking. Да, в словах talk и walk мы не произносим букву L. Если вы не будете говорить L, вы уже будете звучать гораздо лучше. Если говорить про слова с немыми звуками, вы даже не представляете, насколько сложно сейчас было это правильно выговорить по-русски, часто люди неправильно произносят слова vegetable и comfortable. Да, не vegetable и comfortable, а vegetable, comfortable. То же самое касается слов, которые заканчиваются на сочетании букв C-A-L-L-Y, то есть clear. typically, basically, magically, ironically, sarcastically. И этот список можно продолжать очень-очень долго. Как вы поняли, если у нас есть окончание C-A-L-L-Y, которое вы можете видеть здесь, мы не произносим звук A, мы не говорим Kelly. Так что да, typically, basically. Я в свое время неправильно произносила вот это окончание C-A-L-Y. Естественно, я неправильно произносила слово clothes. А что насчет вас? Нет ничего стыдного в том, чтобы писать о своих ошибках, поэтому давайте делиться ими все вместе. Спасибо, что досмотрели до конца. Для меня это много значит. Не забывайте поддержать это видео, если вам было интересно и полезно. А если вы с чем-то не согласны, то добро пожаловать в комментарии. Я всегда буду рада поспорить с вами, особенно, если у нас будет каргументированный спор. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего доброго, хорошего дня. Пока.